Летний день, 11 августа 1942 года, вошел в историю республики как один из самых трагичных. В этот день началась оккупация Карачаева-Черкесии немецкими войсками. В это время в Тиберде находились на лечении тяжело больные дети. 54 ребенка нацисты умертвили в душегубке и расстреляли лиц еврейской национальности. На территории обелиска, посвященного этому событию, сотрудники Следственного комитета провели траурный митинг. Подробности расскажет Мурад Жанкёзов. Так сложилось, что вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях мирных граждан. А ведь можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших. Это дети. Мы сегодня собрались на памятнике, который был поставлен в память о детях, погибших от рук фашистских нацистов. В августе 42-го в Тиберду ворвались передовые отряды немецких войск и горные стрелки элитной дивизии Эдельвейс. Фашисты сначала уничтожили взрослых евреев, заставив тех выкопать большую яму, согнали в нее всех, расстреляли и слегка присыпали землей. После поступил приказ грузить больных детей в герметично закупоренную машину. 54 полураздетых ребенка, страдающих костным туберкулезом, сложили в кузов машины один на другого. Машину отогнали в лес, где она простояла около часа. Тела удушенных газом больных детей впоследствии были сброшены в Тибердинском ущелье. С тех пор минуло 80 лет. Мы, жители республики, сотрудники следственного управления, чтим память об этих невидно убиенных детях, в памяти которых нынешний памятник, на котором мы сегодня находимся, установлен. Все будем очень надеяться, что в дальнейшем на наших землях, да и во всем мире, такие события никогда не повторятся. Следственный комитет по Карачаево-Черкесии взял под свой патронат обелиск. В преддверии трагической даты сотрудники следственного комитета по Карачаевску при поддержке администрации города отреставрировали памятник, покосили траву и убрали мусор на всей территории. В траурном митинге принял участие руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции Николай Щепкин, а также председатель союза ветеранов следствия республики Умар Лагучев. Мы должны помнить об этих невинно убитых детях, о тех людях, которые сражались против фашистских захватчиков, которые освободили нашу Карачаево-Черкесию. Офицеры Следственного комитета России, ветераны следствия, сотрудники Росгвардии и администрации возложили цветы к обелиску и почтили память минутой молчания. Мурачен Кьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда.